будем сейчас с вами жарить камамберт в таких вот маленьких кусочках сразу в кляре несколько способов приготовления можно в духовке запечь я решила просто на сковороде вот наш с вами второй вариант около двух минут с двух сторон масло я не добавляю пахнет все что и описано упаковки шарлотка с корицей как нам с вами нужно 5 ложечек я добавляю с горкой очень ароматным капучино вкусненьким как вы помните там было правда много разных других вкусов и пинаколада но мне почему-то у меня уже все вчера было первое сентября девочки поздравляю всех кого-то в школу кому на учебу это мой первый год когда сентябрь когда осень у меня не ассоциируется со школой или университетом в общем у меня прям атмосфера осени уже давайте с вами поздороваюсь всем привет девочки это мой новый влог если вы впервые на моем канале меня зовут татя подписывайтесь сразу ох как он расплавился пахнет вкусненько хороший в упаковке пахло сильнее но здесь во первых у меня аллергия я вам рассказываю на цветы у меня нос заложен но в упаковке пахло это насыщеннее но так вообще в принципе тоже есть такой ой очки заплатили есть такой привкус корицы вот у меня большие ожидания я надеюсь это будет вкусно поближе показываю как выглядит внутри сыр как бы я чувствую этот привкус да который я себе нафантазировала она придумывала но оно такое прям слабенькое то есть как будто бы можно было бы всыпать всю пачку оно такое ну прям водянистое прям ненасыщенное я уже позанималась английским полтора часа и записалась еще на среду то есть через день сейчас я вот занималась каждый день для того чтобы подтянуть английский для лондона если честно я не представляю там же ничего не понятно у них какая манера речи вот мы учимся по учебнику и там учебник по всякие задания идут и и в это же время мы смотрим как мини-сериал там такие небольшие ну по 2-3 минутки как серии вот ты смотришь там болтают какая-то жизнь происходит потом выполняешь занятия задание и я ничего не понимаю британский английский я не могу понять я не как будто знаете я слышу человек что-то говорит но как будто это просто звук я смотрела разные отели причем ну вот несколько дней реально ищу что может подойти знаете что лондон там все такое состаренное все вот эти здания это эстетика но не для меня я правда я не люблю для меня это сразу неуютно и найти отель чтобы он был чтобы он выглядел как отель которому привыкли очень сложно я нашла один в центре города он по моему называется президент отель у него 4 звезды и вот один в центре и он стоит на две тысячи дороже злота чем отель который выглядит по меркам лондона вообще шикарно не в центре то есть у него там четыре с половиной километра до центра а тот прям в самом центре и я долго думала мне переплатить лучше эти две тысячи но жить в центре либо я смогу вот эти две тысячи злота сэкономленное до жить в шикарном отеле с завтраком где номер правда ну по фотографиям хотя бы выглядит как отель цена за восемь ночей четыре тысячи шестьсот пятьдесят злота за восемь ночей это отель который находится в четырех с половиной километров от центра четыре звезды отзывы 7 и 9 хороший рейтинг есть завтрак и выглядит реально уютно там и полотенце есть и чайник и убираться будут приносить вам водичку номер в предыдущем блоге я купила такую вот смесь красная чечевица цукини и точно такая же чечевица но уже с грибами получается это будет крем-суп способ приготовления все это тщательно промыть переложить в кастрюлю залить около одного литра посолить поперчить и варить примерно 20 минут при процессе мы должны мешать взблендерить и все можно еще приготовить греночки я подумала это гениально вот у вас один пакетик и вам ничего больше не нужно добавлять поэтому сейчас давайте выберем какой я хочу больше грибной или цукини давайте цукини вот так вот выглядит достаточно симпатично мне кажется это вообще это так удобно и буду это все тщательно промывать если вы не смотрели предыдущий влог я вам рекомендую его посмотреть мы там с вами покупали продукты пахнет хорошо какие-то еще сухие овощи наверное лук морковка не знаю я увидела потому что ну я не могу это не купить я возьму сразу кастрюлю побольше чтобы потом это было удобнее взбивать промыла я нашу заготовочку несколько раз ну до тех пор пока вода не стала прозрачной мне кажется что это достаточно выгодная покупка в таком пакетике потому что наверное здесь ну на два раза на один вообще не знаю какое количество получится и это удобно я живу одна понятно если бы у меня была большая семья если бы мне нужно было несколько порций этого супа получить то выгоднее купить большую упаковку чечевицы овощи всякие приправы то есть так было бы выгоднее но когда я одна зачем мне покупать килограмм этой чечевицы если она будет у меня стоять тухнуть непонятно где а так вот купила и разрасходовала сейчас водичка закипит написано что можно добавить соль перчик но это я буду уже добавлять по вкусу после того как мы все приготовим сразу варить в специях а когда я уже все в блендере вода закипела мы можем перекладывать вообще раньше примерно лет пять назад я очень часто готовила себе суп пюре мой любимый был это ну вообще все бобовые добавляла горох чечевицу и тоже взбивала блендером а тыквенный суп уважаю и грибной обожаю я очень люблю такие супчики мне правда вкусно ну и вот я помню раньше готовила наверное каждую неделю сейчас я даже не помню когда я в последний раз накрываю крышечкой поставим на шестерочку и теперь 20 минут он будет вариться все готово кусочки морковочки получилось по ощущениям как будто на целую семью этого супа казалось бы я взяла большую кастрюлю но она оказалась не такой большой как я себе представляла всегда такой суп пюре крем-суп он становится гуще когда постоит особенно если в холодильнике девочки я я не думала что получится целая кастрюлю реально так много я в шоке это еще с учетом того что я в очках о боже мой кто не знает у меня стигматизм и когда я в линзы хожу когда я хожу в очках все вокруг у меня уменьшено в размере то есть понятно что я чувствую ладонь ну все понимаю ничего у меня не расплывчато но у меня это маленького размера и особенно это чувствуется когда я готовлю кушать накладываю еду и маленькая порция а потом я такая думаю почему я это не съела и снимаю очки и понимаю что у меня не такая тарелочка вот в очках я вижу например вот такую тарелочку а в жизни она вот такая и как бы поэтому я сняла и посмотрела сколько этого супа вообще в реальной жизни ну его много надеюсь он вкусный давайте попробуем чтобы понимать сколько добавлять соли перца ой нужно очень только будет добавить соли вот прям такой ну представьте просто цукини морковка лук я прям зависима от соли вот перчик наверное я не буду добавлять я не фанатка но без соли кушать как это много не в неделю придется есть у меня мама в такой кастрюле борщ варит на целую семью а я для одной себя сделала вот супчик вот так лучше чувствуются кусочки морковки сушеные лучок и я вижу здесь и петрушечка есть вообще замечательно замечательно хороший супчик вкусный стукини я ни разу не ела ну может где-то в кафе я просто не знала что входит в состав но вот сама я не готовила ни разу именно стукини вкусненько я представляю какой он будет с грибочками в общем у нас время обеда так давайте возьмем тарелочку черпак можно было бы сухарики но у меня есть просто хлебшик диетический господи господи я уже два черпака взяла а тут еще целая кастрюля ну вот столько я думала хватит по разметке по разметке я вижу что у меня ровно один литр этого супа еще еще остался ну ладно 4 дня буду есть я его распробовала он чуть-чуть остыл и это правда тот самый супчик домашний суп-пюре в составе ничего нет плохого мы с вами даже не добавляли сливки не добавляли сыр для густоты обычно это просто делается в грибных супчиках в тыквенных а здесь идеальный вариант правильное питание девочки шикарно я вам всем рекомендую я вас не заставляю покупать такую же смесь нет просто если вы давно не делали суп-пюре это ваш знак делайте легко закидали все в кастрюлю ушли варится потом блендер все я все съела кушала с хлебушком вкусно правда вкусно с двести десяти и это не из-за того что я была очень голодной просто правда хороший супчик и я открыла комментарий к своим видео предыдущим и не первый человек мне уже пишет о том что я как будто немножко похудела на самом деле это очень приятно любой девушке будет приятно когда ей говорят что ох ты так похудела ну это что-то знаете прям это лучше чем ты красивая ты похорошела но как ты похудела это вообще это просто десять из десяти комментариев но безумно приятно но я не похудела я не знаю почему вам так кажется может быть это камера снимать чуть-чуть по-другому может быть все-таки я чуть-чуть выросла я не знаю вес мой остается таким же я вешаю шестьдесят два килограмма рост мой сто шестьдесят пять сантиметров и не знаю по килограммам я не похудела но я тоже заметила что какие-то джинсы мне даже стали посвободнее я не знаю с чем это связано вес не ушел мышцы кто-то подумает может быть у тебя мышцы появились но я не занималась ничем никаким спортом просто чуть-чуть плавала на отдыхе совсем чуть-чуть кабельку ну ходила я много да по экскурсиям но так изменений именно в весе я не вижу но это и не главное на вес вообще лучше не ориентироваться лучше вот просто смотреть в зеркало и любить себя не знаю а на вес не важно может быть человек весит больше чем вы но выглядит намного худее чем вы вот так вот ну это жизнь ну спасибо большое что вы пишите комментарии вот вы меня просили рассказать вам про кофе вот это упаковка согласитесь очень необычная и плюс вот эта осенняя атмосфера когда уже захочется тыковки какие-то кружечки я сейчас вам покажу так удобно что у меня есть телефон в руках что я на него не снимаю девочки сайт шеин так сейчас что-то сбилось я добавила в корзину кружку я ее увидела еще в прошлом году в общем вот такая но с крышечкой с крышечкой с шапочкой очень мило выглядит вообще на шее у меня тут корзина сто товаров все подряд реально что нужно что не нужно всякие такие вот знаете для перекусов хэллоуин всякие гирлянды ну вот осенняя атмосфера ну как мило это ж мне надо это то что мне надо и когда я увидела это кофе это все маркетинг понимаете может быть там самый обычный кофе просто чуть-чуть добавили вот корицы побольше и все из-за этого люди хотят скупить это попробовать всем интересно все кладут себе в продуктовую корзину только потому что там такой вот дизайн шарлоточка это уют это вот такой теплый в моем понимании осенний вечер понимаете очень красиво сделали качественно упаковка вообще реально 10 из 10 по вкусу нормально я буду покупать я буду пить для меня это как такой напиточек я как вам и говорила не оцените кофе если вы хотите прям такое что-то вот качественное зерна чтобы вы прочувствовать вы глоточек делаете и у вас какая-то энергия прям хотел нет это просто как воспринимаете это как кофейный напиток вот но вкусный мне нравится мне нравятся те эмоции которые я испытываю при виде упаковки что еще это вот последний блок а вы мне написали что неинтересно смотреть меня что я только вот покупаю ухожу на шоппинг по магазинам ну вот этот блок видите он такой домашний мы с вами что-то готовим я сначала когда вижу такие комментарии я очень сильно расстраиваюсь потому что мне кажется ну а почему у меня человек пишет такое зачем он смотрит меня если мой моя тема канала это моя жизнь то есть я сама решаю что мне показать вам либо домашний влог либо мы куда-то с вами едем либо путешествие у меня нет определенной тематики я не снимаю там какие-то ну определенные видео где они все связаны между собой как-то знаете какие-то как шоу нет это просто моя жизнь и вот например в прошлом видео мне захотелось вам показать свой день с мамой то что мы делали мы правда весь день ходили по магазинам у нас был шопинг мы покупали одежду покупали продукты и я посчитала нужным это выставить мне кажется это интересно в любом случае если кому-то это не интересно то вы можете включить другое видео посмотрите на моем канале там нести путешествия какие-то готовки про косметику тоже я немало рассказываю в общем каждый я уверена найдет что-то для себя кому-то это не нравится а кому-то наоборот например вот я готовила суп все думают господи давай уже следующий кадр что делай что-то другое а кто-то думает мне так нравится что ты вот в этом влоге что-то чуть-чуть готовила мы все разные поэтому ну я бы могла расстроиться я расстроилась сначала но потом подумала что я главная я тут главная девочки я решаю что показать в своем видео захотела показала шопинг значит я так захотела и как ни странно вот именно мои домашние влоги их почему-то смотрят намного большее количество людей чем даже влоги из Дубая я сначала думала вот знаете я ж не каждый день там бываю я в первый раз там была я думала что вам будет очень интересно кто посмотрел спасибо вам большое кто нет ну как бы ничего страшного я не обижаюсь потому что как будто я у вас ассоциируюсь именно с такой вот лайф жизнью просто показываю что я делаю именно домашний вот я в этой пижаме реально на протяжении всего влога мы с вами ни разу воздухом не подышали я даже окно не открыла мы с вами просто сидим в коробке дома у нас такой влог вы для меня моя интернет семья и даже когда я что-то выставляю в инстаграм я как будто забываю о том что многие из вас на него подписаны я просто выставила знаете как все там родные посмотрели пролистали а вы например мне напишите что-то спросите ответите и я тогда вообще я такая счастливая конечно у меня бывают моменты когда я думаю вот ну как с Дубаем было я вернулась я смотрю что вообще просмотров нет 92 просмотра на видео мне казалось час тридцать я снимала я снимала это видео две недели на протяжении двух недель я думала что ну всем так понравится я прилетела и понимаю что никто не захотел это посмотреть значит там что-то неинтересное я начала себе накручивать что может мне не надо снимать видео но потом я думаю нет Катя не останавливайся я это делаю для себя в первую очередь я хочу чтобы чтобы какие-то вот важные моменты остались не только в моем воспоминании но и в видео чтобы я потом смогла это пересмотреть чтобы мои дети увидела как их мама жила в 20 лет вы представьте какие какие это ценные будут воспоминания и все эти видео я просто сама себя поддерживаю что Катя что у тебя за мысли забывай снимай я же я же мечтала об этой камере и вот знаете я прилетела и думаю это покупка трата денег зачем я ее купила теперь она будет лежать я больше не хочу быть блогером я не интересная я не умею разговаривать там я не умею снимать нормально все вот эти вот негативные мысли я думаю что я буду просто обычным человеком я не хочу так я же выбрала я же делаю то что мне нравится в общем иногда поддержка нужна и как правило вы влияете тоже на мою самооценку но большую часть конечно я внутри себя должна понять что не сдаемся делаем дальше сейчас не смотрит себя тысяча человек в следующем году посмотрит снимай для себя снимай мне хватает иногда одного человека просто если вот кто-то из вас напишет один комментарий какой-то хороший то все я чувствую это все не зря понимаете один человек почему так почему вот просто хочется какой-то отдачи возможно я вот например когда смотрю любимых блогеров я правда ни разу в жизни не написала ни один комментарий я в жизни не поставила лайк не ставила никому дизлайк и я просто смотрю даже если видео было шикарно и интересное я вообще узнала что-то новое я радуюсь и хвалю человека просто мысленно я никогда не писала и мне почему-то вот как когда я сама снимала видео мне так важно получить комментарий я когда маме рассказала что вы ей написали комментарий в ютубе что вы рады что она была со мной в этом блоге я ей говорю она знаете рады конечно это ей приятно конечно она на меня наругалась что почему вообще ты меня выставила она не знает я что то снимаю он там где-то попадет сзади что нет поэтому для нее это был сюрприз но конечно ей приятно Я ей говорю, что вот один комментарий Она ещё говорит, а почему только один комментарий мне написали? Я говорю, тебе один написали хороший, и мне один Она такая, и всё? Только два комментария за всё видео? Она как бы... Ну, она просто не включена в процесс Понимаете? Со стороны может казаться Это вообще такая ерунда, что этот один комментарий А для меня, когда мне не пишут, и кто-то написал Мне даже написали под влогом просто спасибо Я не стала спрашивать, за что спасибо Я думаю, что, ну, просто спасибо Ну, пожалуйста И, по сути, моя жизнь, она как бы не отличается Вот жизнь блогера, это то же самое, как в учёбе Как в работе Вот у вас появляются какие-то проблемы Какие-то ситуации, которые вас огорчили Вы ожидали чего-то другого А получили другое И вам грустно Вы думаете, что вот, я не хочу продолжать У меня ничего не получается Точно так же и у меня Кажется, просто видео Но в какой-то момент я думаю, что я никому не интересная А потом мне кто-то напишет И я думаю, Катя, да ты очень интересная Вон, если ты одному человеку уже нравишься Невозможно нравиться всем Правда Мне ставят дизлайки Понимаете? Под видео пишут ни одного плохого комментария Все прям в восторге Я не знаю, что-то пишут такое Вот прям благодарят Большой текст Это не просто слово, а большой текст А кто-то ставит дизлайки И как бы мне всё равно на эти дизлайки Потому что я вижу, что мне написали люди Почему-то вот положительные эмоции Они перекрывают негативные А когда только негативные То тогда да Негатив я переношу на себя В какой-то влог я понимаю, что он может быть не очень интересный Следующий интереснее Но я, кстати, взяла ещё супчик Очень вкусно Я там жалую, что его слишком много Забираю все свои слова обратно Включила влог Наталины Муа Именно благодаря ей я создала свой канал И начала снимать видео Потому что я не знаю других блогеров Только вот Наталина Муа Которая показывает свою жизнь И где она что-то готовит Какие-то распаковки Мне кажется, я хотела быть как она И мой контент, он построен, по сути, как и у неё Я взяла её идею Но понятно, что снимаю это о своей жизни То есть малое количество блогеров, которые Не знаю Рецепты И это всё во влоге И она и путешествует В общем, мне кажется, мой канал точно такой же, как и её Поэтому, если вам не хватает меня Ну, я вам правда рекомендую её смотреть У неё это всё более на профессиональном уровне Она там, не знаю, женщина, понимаете Опытная Сейчас я вам покажу Ой, ой Как мне приблизить Вот, видно вам Наталина Муа Мне просто очень запала в душу Именно её структура видео Я её начала смотреть, наверное, полгода назад Впервые о ней узнала Она вообще визажист Она снимает разные обзоры Там, она ходит на мастер-классы Патрика Та Ну, она как бы добилась многого Но вот именно влоги Мне нравятся именно влоги Не какие-то там, знаете, её макияжи Обзоры косметики Она показывает, вот где она живёт Куда она едет Что она готовит Что она покупает Цены Просто идёт в магазин И показывает продукты Мне так это интересно Именно поэтому я начала снимать такое И в один момент я просто понимаю Влог закончился Я следующий ещё Старый, старый, старый И просто днями напролёт Смотрела, насколько мне понравилась Именно структура вот её видео То, что она может сесть И 40 минут болтать на камеру Вот как это делаю я Я читала её комментарии Кто-то её осуждает Говорит, ну, твои мысли нам не нравятся Вот это всё Но она просто делает, что хочет Захотела обсудить эту тему Высказала своё мнение И всё Пошла дальше готовить осьминога Когда я увидела вот канал Наталины Я поняла, что Оказывается, можно снимать всё, что ты хочешь Какие-то простые вещи Я правда Я Когда она переехала в Турцию Я смотрела, не отрываясь Мне так было Она ходила в каждый супермаркет И просто по 40 минут показывала Ходила, какие там продукты И что, сколько стоит Что она добавляет в паразин Как мне это было интересно И потом я поняла Что даже если Мои подписчики будут не из Польши То, возможно, кому-то тоже станет интересно Вот каково это жить в Польше Какие там продукты Какие цены Какие кафе Я поняла, что Можно снимать простые вещи И кому-то это будет нравиться Вот я же Я её полюбила за это Я её не то чтобы полюбила Для меня это правда номер один Она для меня очень интересна В других блогерах Ну, я смотрю другие Но это совершенно другие влоги Даже о жизни Люди совершенно снимают на другие темы А она просто говорит Сегодня мы с вами будем искать там По Сербии соевый соус Ездит по парковкам Знаете, там Идёт что-то рассказывает В магазин заходит И мне это так интересно Пока я отдыхала У меня не было даже времени Посмотреть шоу Выжить в Дубае Мне кажется, уже вышла финальная серия А я не смотрела Ну, в серии 4 или 5 Вы представляете? Девочки, я забыла вам сказать Я не знаю Такие же ли вы, как и я Сходите с ума По сериалу турецкому Зимородок У меня к вам новости 13 сентября Выходит 3 сезон Я просто очень рада Я так люблю этот сериал И я обожаю Угадайте, кто мой любимый герой Козын Я знаю, что он играет негативного героя Но Его актёрская игра Вот этот худощавый дед Как он вообще Преподносит себя Мне кажется Ну, он очень талантливый Что он так перевоплощается Что, ну Я прямо его обожаю Мне смешно на него смотреть Слышь, как он себя ведёт Как он разговаривает Вот Ну, все герои А вы знали, что Суна в главной жизни Поженилась Вышла замуж За Абедина Ну, я просто не помню Их настоящие имена В сериале Суна Сестра Сайран Абедин Охранник Ферита Помните? Такой Они поженились У них была свадьба И ходят слухи Что вот этот мэрт То есть Ферит Он встречается с Сайран Вот Ну, мне кажется Так и есть А как вот сниматься Я не знаю Тысячу лет в одном сериале Куча серий Тысяча серий И Не влюбиться Поэтому у меня много дел на сегодня Я буду смотреть много разных шоу Серий Увидимся с вами завтра утром Всем доброе утро Мы с вами снова попробуем сделать Вот это капучино Я высыпала все Что осталось Девочки И Наверное В первый раз я совершила ошибку Тут не указано Какая именно ложка Возможно Нужна была столовая А не чайная Ну Так как пакетик разделен на двоих Я и думаю Ну Высыплю сегодня оставшийся А тут Очень много Видно? Прям я не знаю Как будто это Перебор Ну В общем Давайте зальем Водичкой Может быть Сегодня вкус будет Понасыщеннее И хочу Сегодня на завтрак Приготовить Бутербродики До дна не ела Не покупала вообще хлеб Миллион лет Даже не знала Какой выбрать Но Увидела какой-то Фит Увидела Где девушка Спортивная Состав Мука Семена льна Разные семена Ну В общем Нормально Не очень длинный состав Хлебушек Стоил Наверное 6 год Покупала в корфюре И вот У меня есть Чуть-чуть Совсем Помидоров Такие вот Малюсенькие Огурчики И взяла Сыр Альметто Без лактозы Не пробовала его Ранее Там были разные Вот эти вот Зеленью Вкусы Конечно Это вкуснее Но Я подумала Ладно Раз уж Существует Без лактозы Для меня Это будет Лучше Девочки Сколько Пены У меня Есть еще Авокадо Ну Как будто Мне захотелось Именно Помидорки Огурчики Давайте Сначала Намажем Сырочек Ну Как бы Мне кажется Достаточно Сытно Будет Вчера Вечером Я оплатила себе Билеты На самолет И Оплатила Забронировала Отель В котором Я буду жить В Лондоне И Теперь Знаете Я прям Уже Вот Когда Оплатила Только Сейчас Я чувствую Что Реально Я Собираюсь Лететь В Лондон До этого Я даже Не верила Сама Что Я думала Ай Ну там Знаете Как обычно Что-то Сейчас Договариваюсь Сама С собой Думаю Будет Классно Но Не полечу Забоюсь По итогу Девочки Все Уже Все Оплатилось Вы Представляете Выбирала Я Ну Недолго Дня Три Ну Может Для кого-то Это Долго Но Я прям Хотела Знаете Найти Идеальный Для себя Вариант Как И По цене Так И По Отзывам И Выбрала То Что И хотела Плюс Отель Стал На скидке В общем Я надеюсь Что Мне Все Понравится Единственное Что В Лондоне И правда Отели Даже Если Это Четыре Дзвиты Они Выглядят Ну Хуже Намного Хуже В общем Выглядит Не так К чему Мы привыкли С вами Когда приезжаем Четырехгазочный Отель Там Прям В отзывах Писали Разные Ситуации Но Я Выбрала Отель Который Я Изначально Хотела Но Его Цена Была Высокая И Вот Я Несколько Дней Смотрела И Скала Думала Что Ж Найти И Вижу Опа Он На Скидке Я Вообще Такая Счастливая Еще И Завтрак Входит Я Уже Прям Жду Единственное Что Выгоднее Всего И по Билетам И по Отелю Было Выбрать Шестнадцатое Число Шестнадцатое Сентября Изначально Я собиралась Десятого Полететь И вернуться Ну Где-то там В двадцатых Числах А по итогу Я лечу Шестнадцатое И возвращаюсь Двадцать Первого И Все-таки Решила Взять С собой Большой Чемодан Понятно Что я еще Ничего Не складываю Еще до Шестнадцатого Числа Сем Понимаете Две Недели Но Я уже Определилась С выбором И мне кажется Это будет лучше Потому что Когда маленький Чемодан Вот эти вот Всегда проблемы С перевесом Ты нервничаешь Но с большим Чемоданом Я буду нервничать Что А вдруг Именно мой Чемодан Где-то Потеряется Его Не привезут И я буду В этом Лондоне Неделю Сидеть Без вещей Без одежды Вообще Без ничего Конечно А кто Не переживает Есть такие люди Которые Вообще Не задумываются Об этом Мне кажется Не бывает Все чуть-чуть Себя Накручивают Такие огурчики Миленькие Посмотрите Вообще Маленькие Я уж так хочу Эти бутербродики В общем Я бы Я же купила Вот этот Маленький Чемоданчик Для ручной клади Новенький Бежевый Вы знаете Я специально Купила Для Лондона Что там Специально Купила Для Лондона Но Из-за того Что там Осень Там дожди Конечно Я вместила бы В этот Маленький Все Что мне Нужно Но Как будто Чтобы было Прям Супер Комфортно Чтобы взять На всякий случай Больше Кофточек Потеплее Зонтик Может Курточку Какую-то Чтобы вообще Знаете На любой Случай У меня Была Одежда Если Там Помидорка Упала Ой Ну ладно Главное Ее не забыть Взять С полом Ну а я Решила Взять Большой Чемодан Вдруг Я там Что-то Захочу Купить Я знаю Что То Что я Сто Процентов Куплю Это Чай Вы Все Знаете Как там Хвалят Чаи А я Любительница Ой Какие Людменькие Бутербродики Чик Какие Людочки Маленькие Смотрите Мило В общем Я прям В ожидании Смотрю Разные Видео Тиктоке Что нужно Вообще Для жизни Нужен Переходник Но В Дубае Мне тоже Говорили Что нужен Переходник Там Вот эти Три Точечки А Моя Зарядка Вот эта Обычная Вот такая Я ее Вставляла В две И все Заряжалось Я не знаю Насколько Это было Безопасно Но Вроде Как Все было Нормально И Я не знаю Подойдет Ли Такой Вариант Там Для отеля Возможно Нет Я посмотрю В магазине Съезжу В торговый Центр Когда мне Что-то Захочется И заодно Зайду В такой Вот Где Техника Разная Как эти Переходники И Посмотрю Сколько Вообще Стоит Если Он стоит 20 Злот Ну Куплю Но Если Уже 100 То Точно Нет Буду В отеле На ресепшне Если что Спрашивать Говорить Вот У меня Такая Ситуация У вас Есть Переходить Или Нет Из Остальных Ну Понятно Документы Не Забыть А Остальное Уже Как Есть Девочки Я так Медленно Делаю Эти Путерброды А Я уже Готова Съесть Даже Не Складывая Я уже Готова Эти Помидорки Взять В рот Не Могу Такая Голодная Еще Кофе Хочу Попробовать Мы Не Знаем Мы Не Уверены С Будет Лучше Или Хуже Пока Что По Погоди Там Всю Неделю Дождь Именно На ту Неделю На Которую Я Еду Дожди Но Расстроилась Ли Я Я Вообще Не Люблю Дождь Я Вот Я Не Получаю Никакую Атмосферу Для Меня Атмосфера Если Я Сижу Дома Пью Кофе Да Смотрю Сериал Кушаю Что Ни Вкусняшки Да Шарлот И Дождь За Окном Ну Меня Это Реально Не Волнует Но Когда Мне Нужно Куда Тойти Я В Лондон Еду Не В Отель С Бассейном Не На Отдых Там Ну Не Такой Отдых А Именно Чтобы Посмотреть Город Поэтому Для Меня Дождь Это Минус Я Не Хочу Ходить Мокнуть С Этим Зонтом Это Некомфортно Но Для Меня Это Было Всегда Так Но Сейчас Как будто Вот Я На Такой Стадии Осознанности Что Мне Реально Вообще Все Равно Какая Там Будет Погода Мне Главное Что Я Одна Не Боялась Приняла Такое Решение Что Я Могу Я Могу Поехать Одна Мне Не Нужна Компания Потому Что Мне Всегда Казалось Я Не Справлюсь Очень Сложно Всякие Проблемы Ко Мне Туда Никто Не Сможет Приехать Никто Не Прилетит Если Вдруг Что Уж Случится Я Я Очень Боюсь Я Правда Я Безответственная Вот Скажу Вам Честно Но Сейчас Я На самом Деле Вот Все Что Не Делается Это К Лучшему Лондон Понятно Что Я Не Собиралась Одна Я Не Делала Эту Визу Чтоб Так Еще В Сентябре Одна На Недельку Отдохну Нет Конечно У меня Даже Мыслей Таких Не Было Изначально Я Собиралась С Девочками Но Вот Так Вышло Что Они Не Могут И Я Сначала Подумала Ну Ладно Значит Не Полетим А Потом Я Подумала Катя Какой Неполетим Это Возможность У тебя И Виза У тебя Это Понимаете Как Знак В общем Я Сейчас Наоборот Еще Стала Счастливее Что У меня Будет Такой Опыт Я Не Знаю Как Он Пройдет Мы Увидим С вами Вместе Я Не Знаю Что Там Будет Может Мы С вами Будем Теряться Ничего Не Найдем Будем Плакать Каждую Секунду Вы знаете Это Я Умею Но Какая Разница Я Буду В Лондоне Плакать А Не Здесь Ну В общем Девочки Ждем Две Недели Я Думала Этот Влог Будет Такой Как Подготовка Да Я Планировала Десятого Уезжать Так Я Думала Ну На Неделечку Хватит Ой Как Красиво Как Это Красиво Еще Знаете Сверху Чем-то Хочется Какой-то Приправы Или Сухой Зеленью Очень Красиво Выглядит Прям Эстетика Будет Очень вкусно И аппетитно Вот это Мы с вами Просто Покушаем Выбрала Я Билеты На Самолет Первый Раз Я Буду Лететь Одна Я Ни Разу Не Сидела Около Окна Ни Разу Я Очень Боюсь Летать Я Всегда Около Прохода Мне Так Спокойнее И В туалет Я Люблю Походить Миллион Тысяч Раз Чтоб Никого Не Беспокоить А Сейчас Весь Самолет Пока Что Был Пустой Я Могла Выбрать Абсолютно Любой Любое Место Но Почему Я Такая Хочу Около Окна И Назад Я Тоже Выкупила Билет Около Окна Я Не Верю Я Верю Что Это Я Хочу Посыпать Наши Бутербродики Приправой Любимой Девочки Это Просто Что Здесь Базилик Чесночок И Сушеные Помидорки Вот Это Реально Моя Любимая Из Всех Что Есть Мне Почему Это Именно Нравится Наверное Вкус Помидорок Сушеных Ох Ох Эти Ароматы А как Красиво Как Красиво Вы Видите В ресторане Завтракаю Сегодня В ресторане Сегодня Значительно Лучше Прям Видимо Чем Больше Тем Лучше Девочки Я Знаю Я Помешана На Еде Но Посмотрите Как Это Красиво Как Это Вкусно Как Пахнет Я Я Еще Так Нюхаю Так Наслаждаюсь Потому Что У меня Уже Неделю Заложен Нос У меня Аллергия Дичайшая Вот На Вот Это На Вот Это Букетик Но Красота Требует Жертв Я Обожаю Цветы И Вот Впервые Сегодня Я Проснулась И Я Понимаю Что Я Могу Дышать Поэтому Я Прям Чувствую Ой Сейчас Огурчики Понюхаю Девочки Я Зашла С ума В этом Бутерброде Идеально Все Я Не знаю Что Дает Солененький Привкус Может Сыр Может Хлебушек Но Вот Эта Сушеная Помидорка Да Я И так Ее Смогла Есть Хлеб Идеальной Консистенции Надеюсь Вам Видно Как Много Здесь Семян Я Я Забыла Поближе Показать Смотрите Какой Контейнер У меня Появился Сверху Получается Семь Яиц Я могу Выставить А Остальные Уложить Внутрь Контейнера И Сейчас Я Хочу Этим Заняться Я Я Покупаю Всегда Эти Такие Вот Штучки Я Так Много Я За Один Раз Мыла Только Перед Пасхой Единственный Минус Который Я Могу Уже Назвать На Данный Момент Это То Что Я Не Буду Знать Какого Срок Годности Я Так У нас Получилось Буду Нескать В Холодильнице Я Буду Брать И Опа А Потом Когда Они Закончат Застану Те Что Ну При Лежа Думаете Удобно Не Знаю Обзор Холодильника Здесь В этой Полке Понятия Не имею Что Вообще Там Есть Сто Процентов Сельдерей Миллион Упаковок Морковка Такая Вот Капуста Красная Это Картошка Там Сыр Еще Морковка Ой Выпищите Сейчас Секундочку Девочки Рыбка Для запекания Здесь Кукуруза Тут Огурочки Авокадо Сукини Там Всякие Такие Консервы Нут Фасоль Это Фисташковая Паста А здесь Такие Вот Грибочки Это Бабушкины Закатки Огурчики И помидорки Наш Контейнер С яйцами Брокколи Тут Селедочка Сыр Грибочки Здесь У меня Масло Кхи А Вот Еще Два Яйца Есть Тоже Какие-то Консервы Томатная Паста Оливки Это Варенье Нут Нут Что-то Я его много Купила Колбаска Кабачковая Икра Молоко Это Если что Я буду Кукурузу В нем Варить Безлактозное Молоко Там Соус Колбаска И колбаска Из минска Вот И все Такой Холодильник Я загрузила Посуду В посудомойку И решила Помыть Всю кухню Все шкафчики Мою Вот таким Вот Спреем Молоко 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 Спасибо. Спасибо. Всем спасибо за просмотр этого видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока!